Ребята, привет! Сегодня очередной день. Сзади меня прекрасный лес, и я уже прям начинаю привыкать к таким пейзажам, что вот только лес, наши домики, горы. Но сегодня последний день нашей поездки. Кажется, скоро начнётся дождь, лёжа капает. Мы приехали в ботанический сад Сибири, горна Алтальска. Ну, они, наверное, в природе встречаются, да. Смотрите, классные такие кустики. Скорее всего, эти кустики – это можжевельник, но ещё не точно. Надо спросить. Оторвала чуть-чуть понюхать. Очень-очень-очень вкусно пахнет. Сняли кроссовки. Просто ходим босиком. Вообще, это просто здорово. Такие необычные цветы. Возможно, качество и не очень, но я никогда не видела столько бабочек. Их тут даже не все видно. Но это просто прекрасное зрелище. Как будто бы такой летающий снег. Экспозиция горной Алтай травки. Далее у нас экспозиция Альпинари. Вот эти горные травки. И не думала, что полынь такая мягкая. Прям как, не знаю, эко-мех. Нашли шиповник белый. И так пахнет классно. Обожаю. Красота, классно. Свежо. Ещё до сих пор хожу босиком. Смотрите, мы пришли к дому бабы-яги. Это анастасов по земле, собирая беспризорных детей, сирот, и наставляла их свой скид, находящийся в самой чаще лесов. Впоследствии детей и сирот воспитывали жрецов и жрецов, а тогда они становились взрослыми. Юноши и девушки создавали семьи и продолжали свой род. И вот такая вот избушечка с травами, с костями. Сейчас мы зашли в национальное жилище алтайцев Алью. Это такое шестиугольное срубное сооружение из коры листницы наверху, на крыше. Есть ещё разные виды алтайских жилищ. Например, там полочные юрты, киев или киригэ. А вот есть ещё другие конусообразные. Вход на восток. И это является тренинг традиций юрских народов. Давайте посмотрим на фотографии. В России очень вкусное мороженое, так что наслаждаюсь. Пользуюсь случаем. Собачка прибежала. Приехали. Тут указатели. Написано Алтайское Шамбала. И все города. Туристы. Фотографируются. Но тут что-то всё копают, строят какие-то. Непонятно. А тут у нас памятники природы. Огородчики. Рудник. И даже китайская стена. Приехали. Сейчас ждём наш катер, чтобы покататься. Посмотреть на озеро. До Черецкого озера. Какое оно. Сейчас мы пойдём к водопаду по этой тропе. Поэтому надо платить. Купила себе русский чебурек. Точнее, алтайский. С телятиной. 100 лет вообще я не ела. Именно чебуреки. Вообще-то классно. Опасно. Тут медведи водятся. Сейчас мы подходим к водопаду. Очень классно. Прям уже слышен шум. А, вокруг меня осадит это. А вот и сам водопад. Кроссторе. Вот такое Телецкое озеро. Мы едем потом обратно. Ну ладно, всё. Всё, счастливо. Никакого Wi-Fi. Никакого. Мы сейчас сидим в кафе, где более-менее ловит интернет. Но интернета вообще нет. Вы бы знали, как долго приходится ждать, чтобы что-то, например, отправить. Но я хочу сделать видео новое и освободить память на телефоне. Короче, перекидываю на iPad. Но я не знаю. Мне кажется, это заняло слишком много времени. Сегодня новый день. И как вы уже поняли, у меня появился стол аж два. И сегодня с утра я всё двигала. Думала, как бы это всё обставить. Ну, пока что ещё вот так. Ещё и надо много что поставить и докупить. Сегодня достала трафареты, базовые выкройки. И которые приобрела в университете Бунка, когда была в Токио. И они очень удобные. Они очень совпадают по корейским размерам. Уже появились заказы на футболочки. И я уже вот сейчас упаковываю. И завтра пойду на почту их отправлять. Очень рада, что у нас наконец-то вышли новые. С новым логотипом. Он более такой компактный. Но в этот раз побольше. И футболочка, она подлиннее. Ребята, привет. У нас сейчас работа кипит. Всё упаковываю. И сейчас пойду отправлять посылочки на почту. Начала немножко извинить свой маршрут. Я зашла внутрь рынка. Именно такого продуктового. Всё готовится. Смотрите, прям вот тут ремонтируют одежду. К нам сегодня пришёл фотограф, но он устал. Алин, как процесс идёт? Прекрасно. Извините, как фотографы хорошие. Всё, надо. Да, я, кажется, не записала видео. Ну, шмутборд. Вот, смотрите, какой у меня сейчас слух очень крутой. Мы провели только что съёмку, которая называется «Поесть на удачу». И в этот раз продюсировала у нас. Моника, помогали девчонки. Вот, Валентин пришёл. И всё это мы проводили у нас в офисе. Это такой мини-эксперимент. Спасибо вам, девчонки. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...